5,5 миллионов человек эвакуируют из Флориды. На штаты надвигается Ирма, один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие. По последним данным, стихия унесла 21 жизнь. И сейчас под угрозой 26 миллионов человек. Каких бед уже натворила Ирма в нашем материале? Вот что оставляет после себя Ирма. Ураган сметает все на своем пути. Разрушительную силу этого тропического циклона уже прочувствовали на британских и американских Виргинских островах, в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и на других островах Карибского бассейна. Гремит очень страшно. Это ужасно. Сейчас ураган бесчинствует на Кубе. На северо-восточное побережье острова он обрушился вчера вечером. Многие города остались без электричества и транспортного сообщения. Страну спешно покинули около 50 тысяч туристов. Уже появились данные о значительных разрушениях. Но пока Ирма бушует, точные масштабы ущерба определить сложно. Только посмотрите, какой беды этот ураган наделал на Карибских островах. И станет понятно, насколько он сильный. Я даже боюсь представить, что он сделает с нашим городом, с нашими домами. А уже завтра утром Ирма нагрянет в Соединенные Штаты. Ветер все сильнее, волны все выше. Во Флориде уже ощущается ее приближение. Многие прибрежные города опустили на улицах ни души. Люди покинули свои дома, предусмотрительно заколотив наглухо окна и двери. С собой взяли только самое необходимое. В этом южном штате знают, насколько мощной бывает стихия. В 92-м Флориду накрыл ураган Эндрю. Тогда погибли 65 человек. А он был намного слабее Ирмы. Я очень хорошо знаю, что такое мощный ураган. Тогда было впечатление, что дом переехал в грузовой поезд. Мы остались без крыши над головой и в прямом и переносном смысле. Это было ужасно. Во Флориде продолжается масштабная эвакуация людей. На заправках не хватает бензина, на автомагистралях не протолкнуться. Около четверти населения штата, а это более 5,5 миллионов человек в зоне риска. Их призвали немедленно покинуть свои дома. Время поджимает. Если вы находитесь в зоне эвакуации, вам нужно уезжать. Это катастрофический шторм. Ничего подобного наш штат еще не видел. И помните, мы можем восстановить ваш дом, но не можем восстановить вашу жизнь. Но перед угрозой смертельной опасности оказались не только люди. В зоопарке Майами потратили несколько часов, чтобы переместить в безопасное место розовых фламинго. Его сотрудники перенесли по 1-3 тысячи птиц, чтобы спрятать от Ирмы. А на Кубе для спасения дельфинов задействовали вертолет. Животных перевезли с северного побережья в центр острова. Ожидается, что сюда буря не дойдет. Сейчас скорость ветра в эпицентре стихии достигает 250 километров в час. Вот только Ирма пришла не одна. Вслед за ней на Карибы надвигается ураган Хосе. Ему уже присвоили четвертую категорию мощности. А к западу от Ирмы над Мексиканским заливом перерос в ураган шторм Катя. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал Интер.